Передаривай, а подарки не передаривай, пишут, скажу на тебя, ты там, я ж плохо чую, сынок, сидишь тут, а ты дальше, и кажешь это самое, зайчик, мамка, это тебе, шукай, шукай, оттам, оттам, а сам тихенько там отервал, от коло, я бачила, ты показал видео, мужчина такой симпатичный тебе давал подарок, ты выходил. Это курьер. Курьер, симпатичный мужчина, я знаю, что курьер, уже щас еще принес. Да, щас еще принес. А ты уже почитала, да? А, ну да, я сидела, сидела, сынок, телевизор не включала, скучно. Женочка приходила, мы погуляли в карты, прошички. А, думаю, где она делась? Вот она. Иди сюда, Пусик, Пуся, иди давай, Астасик, иди. Иди, я вот она, я тут. Иди сюда, иди. Иди, нехороший. Иди, ой, головочку ты, мать. Вот так. Это посылка мамы от Стаса, отправил его помощник, Владимир. А, это для меня? Да, от Стаса с Киева, да. А, слышь, спасибо, Астасик. Сейчас посмотрим, что ты там, Татьяне Васильевне, тоже сколько ты мне уделяешь внимания, такой умный, воспитанный мальчик. Вообще, даже открыточку присылаешь, и я рада, что ты хороший. А, следующий раз открытка надо делать. Значит, родители, они зря тебя родили, вырастили. Чтобы тебе подарки присылал, да? Да, причем подарки, он даже меня поздравил. От открытку я рада. Або букет цветов, что в том году не было на День Рождества, в ресторанах. Были цветы, была открытка одна. Была. Не обязательно подарки. Да, еще и дорогая такая, все, что-то шлють, как мать. Креативный парень, это интересно, что. А я тебе с вами не хочу, чтобы я должна, понимаешь? Они просто для меня заважение, а не то, чтобы я там, ну, о, блин, что-то давал. Знаешь, ты что-то бурчаво тут сидел, сынок. Я ж не чую, ухо не одеваю дома. Сидела на твоей месте, а ты, я сейчас на моем. И ты что-то там шепчешь, что ты одервал, что-то. А я одервал, вот, в мене, в кармане. А что там? О, это там она. Ну, это мне, что ты, ану, ану, гну. Нет. Это мне написала девочка, открытку. Это я себе оставил. Я послание получил. А цветы прям, что надо, чтобы собит только цвет. А я после дня рождения шесть купетов ему оставил. Ну, да. И ничего страшного. Шесть, вот таких цветов. Мы на таких и вас немали. Я получил, спасибо. Тебе расставил, тебе колба, вот такая. Вы что, киевляне девочки выселали. Дивись, открывай. Оля дарил тоже хороший. Это постельная, наверное. Сейчас что-то такое интересное. Это постельная. Это постельная. Если даже не подходят, говорят, что нельзя передарить. Хотя мы передарим. Допустим, если мне не подходят фасон, допустим, не такой молодежный. Я дарю. Пусяк. Мы тебе подарим. Ой, 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 так туго. Мам, с двух сторон. С первого, с одной, с другой тяни. Я знаю, что у нас. По очереди. Я знаю, что у нас с двух сторон, сынок. Бери за краюшек. У меня сил нет. Вот так. О, так и напрягаться нельзя. Я тебя чего? Что-то интересное. И открытка. Это же надо, ага. Тут надо открыть аккуратненько. Понервать, сынок. Ну, если туда и поставили, значит, как-то можно открыть? Ну, да, подивуйся. Подивуйся. Ух ты, бавовна. А ця, ну, это... Бавовна, это хлопок, да? Ну, да. А как бы здесь... А, во, во, я же... Ну, мам, если ложили, значит... Я же хотела это найти. Да, я знаю, но я прикрою ее. Сейчас, сейчас. Так. Тут открыточка. Красивая постельная. Таджаня Васильевна. Красивая. Где воно такие конверты? Сюда такие одно. В магазине, мам, где? Да, красивая. Чи на Пусть? В магазине. Ой, тут заклеено, сынок. Ну, отклей. Тут не так просто, не долезешь. Самарчик. На, Зайчик. Я думаю, тебе хватит аланта. Мне надо лампочки опять. Ну, что я тебе сделаю? Я не живу в магазине. С лампочки летят. Зайчик, только не рви, а? Аккуратно сможешь? Порву. Так приклею. Ну, ты вечно рвешь, я не хочу, чтобы ты рвал. О, хорошо. Молодець. Сейчас, Стасик, почитаю. Это наш воспитанный мальчик, хороший мальчик. Он мне и раньше кошельки дарил кожаные, открыточки красивые. Он хорошо мне все. Это высылал тебе масло, и ты, и ты. Да, высылал мне этот, по-моему, из виноградных косточек, орешки всякие, штанишки. Он много чего. Татьяна Васильевна, поздравляю вас с днем рождения. Пусть жизнь приносит самое замечательное известие, приятные сюрпризы, яркие события, позитив и оптимизм. Будьте сильны, будьте здоровы, будьте счастливы. Живите ярко, наслаждайтесь радостями, и пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. С уважением, Станислав Киев, красиво расписался. Спасибо, Стасик. Чи своя фотография, он такой высоченький, худощавый. Це не він? А чистый. Чи просто открытка такая сама. Но він тоже худощавый, кишочки одев да. Шапочка, шляпа, красивая. Бачишь, и тут написал Татьяне Васильевне. Спасибо, Стасик. Дай Бог тебе здоровья, счастливой жизни, оптимизма тоже, любви, благополучия. Такий почерк красивый. И всего-всего самого лучшего. Ихай тебе все возвращается тысячи раз больше, чем ты откровяешься. Красивая постельная. Да, хорошая. Свет красивый, благородный. Такая тоже светлая, качество хорошее. Пользуйся. Подожди. Ага. Ты хранишь. 200 на 220. Это получается двуспальная. Это как у меня, да. На вот эту будет большое, только закачивать. А вообще-то я все... Это как у меня, да, такая. Да, такая кровать большая, да. Одеяло такое. 100% котон, 100% рамок. Мады Интуркин, турецкая. О, це хорошая турецкая. Турция. Цена зачеркнул. Ясно, что недешево. Это он затушил ковал. Он, диви, затушил в черном. Не бачил, бачил. Да. А столько бы не было. Хай бы столько воно не было. Но белье хорошее. Мама просто любит цены. Спасибо, да. Дело не в цене, да. Воно и дешево и не стоит. Понятно, что. И так знаю. Наши вон, тонесенька тоже дорогая стоит. Односпание. Коли я еще смотрела. Год чи два назад вот тут. А села тебе кто-то поздравлял с днем рождения? Кто? Села кто-то поздравлял с днем рождения? Нет, тетя Маруся тоже пропустила заболячки поздравила 5-го. Кажется, я знаю Таню где-то. А теперь надо не упустить. Ей 6-го марта 80 лет. Юбилей. Да. Давай поедем. Она на 7 лет сваршемена. Сорокого, да? Сорок первого. Давай поедем. До тетя Маруся? Да. Давай нам у села надо съездить. Памятники надо заказывать. Ты же сказал. Ты же сказал. Сделаем. Хотя бы на новом кладбище. Ты же сказала помиди. Так что такие дела. Спасибо, Стасечка. Всего тебе хорошего. Всего доброго. Хай тебе в жизни будет только все на отлично. Хай беды все остались в том году. Не надо ничего плохого в цей год. Только все хорошо. Здоровья, здоровья. Тоби, твоим родителям. Усим друзьям твоим, родственникам. Что скажешь родителям своим. Что Тетяна Васильевна сказала, что вы воспитали хорошего сына. Порядочного. Вы меня всегда так красиво подписываете. Откриточка. Всегда. Всегда подписывал. И посылки высылал. Я говорю, в Лондоне был. То штанишки, то орешки всяких сортов. И сказал, что столько можно кушать. Он все мне расписывал. Я лишнее не ела. Потихоньку. Довго у меня орешки были. Он хорошо мне высылал три сорта. Питерский кот деловой. Красавчик. Надо еще глазки чистила. Быстро у него. Северной столицы. Собирается. Я его очищаю. Ай, красавец. Да. Ушки ты чуешь. Ага. Люба. Я еще не буду чесать. Еще голову надо прийти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах, ламончик. Люба-люба. Люба ушки. Вот это вот Люба так вот чесать. Обожаю. Он любит. Солько ты так любишь. Дивися. Только надо аккуратненько. А я не трогаю ушки. Я не трогаю. Да, заяць. Скажи, было бы неприятно, я тут бы сидел. Пописал, покакал. Я все убрала. Да. Ты такой хороший сейчас. Хорошенький. Не вредить. Не гадать. Ты отсилаешь посилку, Эдик. Вот когда ты разговариваешь. Он тебе каже, что не надо отсилать? Чи ничего не каже? Эдик? Да. А, что не нужно? Ну да. Нет. Он каже, что. Да, каже. То он пошукал. Каже, это надо, это не надо. Нет. Не каже. Нет. Ну, ты когда отсилаешь посилку, он тебе что каже? Каже, мама, зачем ты? Я говорю, как зачем? Много вещей таких жалко. А он что каже? Я передивлюсь, говорю, пришлю. Будешь носить? Я говорю, рада, когда тебя бачу. А он что каже? Ну, слушай меня. Я говорю, я рада, когда по видео тебя бачу. Бачу такая сиренькая, три буквы каких-то написано. Красная. Каже, это же ты, мамка. Каже, в посилках. Я говорю, я уже и забывала. Самвелки. А его здесь не пишут. Это нам знакомые. Они все знают. Тебе ж дивились. Эдикой близко не было. Это, каже, самвелки. Я говорю, а я не отказываюсь. Я ни одну не вкрала. И он сейчас только лежит. Ты не забрал. И халат. Просто, что люди говорят, что Эдикону не надо. Он каже, что... Да, нет. Он так не очень мне кажется. Я говорю... Из вежливости не может отказать маме. Да, ну, не слухай никого. Он одевает с удовольствием. Из вежливости. Братушкина, каже. Он любит одевать все. Просто да. Футболки. А такие, как сорочки. Только короткий рукав. С манжетиком. Тут карманчик. Он каже, мамка, высять усі в мене в этом. Не то, что я не люблю. Вони на мене большие. Кажу, если большие, у тебя свадьба. Большие? Да, здоровенькие там будут. Да, такие, что ты не куплял. Тоби высылали, видно. Тоби, наверное, высылали. Вот. И ты не хочешь... Она Эдика там все мало. Все отдавала. Я говорю, Эдик, перебери, сынок. Только если длиннее. Если большие, я говорю, побольше. Значит, повези свату штук-дві. Свату в сарай хай носи. Не надо в сарай. Он на улице будет одеваться. Не обязательно в сарай заходить. На улице. Вони по сину ездят косы. И вот здесь есть эта драчка с моторчиком. Из-за этим. Хорошая. Девчата на них уже могут ездить. Сядь сама, покажет. И по поляне ездят. И Диана, и... Милена, и Елена. Да, я говорю, Диана. А как Елена и Милина, правильно? Милена и Елена. Подожди. Милина и Милена. Милина. Милена. Милена. Милина. 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 Это по-болгарски есть Милина. Это с творогом такая собирающая. А не слабши Милина? Вот. Милена, правильно? А Милина не слабши? Нет. Милина. Милина. Милина болгарская не слабши? Ой, не... Милина. Она коржи такие тонкие. Знаю. Потом... Кладешь, и туди творог. Пересыпаешь. Типа тиквеницей. И туди так стягуешь, понимаешь, как гармошечка. Типа тиквеница только с творогом. Типа тиквеница. Там сметана. Там масло. Такая вкуснятина. Особенно горячая. Это типа очмы. Типа хачапури, наверное. Типа очмы, да. Ленивого хачапури. Да-да-да. Очма. Хачапури, сынок, сейчас в ресторанах и ты мне них давал. И ты там у Пику, в Батуми. Тепер делают не такие. Бачишь, как они делают? Форму сделать и я, а ты все лишнее тесто и выкидают. Ну, мам, же есть разные. То хачапури по-аджарски, есть по-мигрельски. А я ела хачапури 10-30 лет, 40 лет. Есть круглые хачапури. Здоровые хачапури. Такие сейчас такие есть. И вот такие я люблю. С сыром внутри. Они тогда режут треугольники на свадьбе. На свадьбе. Мы ели такое в кахетте у Юли. В кахетте. Помнишь, мы такое ели? А потом ели такое, что яйцо там. Ото по-аджарски. Оце круглое, по-мигрельски. Да, да, да. Ну, все равно грузинское. Ну, понятно, но оно есть и сейчас. Ну, вкусно, вкусно. Мне нравится особенно горячее. А жоп-сандал, яка это. Это мне понравилось. Жоп-сандал, знаешь? А что это? Это баклажаны. А-а-а. Баклажаны. Жоп-сандал. По-моему, долма. У нас в Уксевих долма. Долма. Долма, да. У нас пельмени в них хинкали. Хинкали, очень вкусно. Да, и бывает с травой зеленой там есть травка все. По-трошки, в меру. Сочные делают. Ты соскучилась за Едиком уже? За Едиком? Я за всеми соскучаю. За кусочки. Ну, ты бы хотела, чтобы они переезжали именно, чтобы жили? Очень хотела бы. Чтобы сюда переезжали. Очень, да. Чтобы я ждала сего, сынок. И хоть трошки пожила. И хотела, чтобы девочки поступили. У всех, пока она умирала. Хочу. Ну, сынок. Мама, если они будут ехать, они готовы, куда динуть? Что, что? Котовы, они куда динуть, если будут ехать. Куда, что? Котов. А, не знаю. Не знаю, сынок. С собой забирать надо. Они тоже привыкли. Они кабачки. Ну, так делаются паспорта. Тоже сын. Делаются паспорта в клинике. И все, прививки едь, вызови. И надо коробку такую, да? Ну, конечно. Он, мило, в Германию забрал окошку. Забрала? Ну, конечно, в Германию. Конечно. Конечно, сынок бы хотела. Мила молодец. Она говорит, я тоже... Кажется, раньше, так, говорит, спокойно смотрела на этих животных. А, говорит, а вот с возрастом стала, говорит, смотреть и на животных, больше ухаживать. Она и собаку была, приютила, там носила, лечила, потом отдала, там взяли люди. И кошка вот прибилась. Она говорит, я привязалась, говорит. Она мне понравилась. Мила хорошая. Она честный человек. И Ире очень нравится, да. Она честный, проверенный человек. Такая, как дюймовочка. Маленькая. Она мне вот так вот близко сидела. И даже нравится больше, как я первый раз побачила ее в театре. Она что-то прибегла. А кому? Чи до Юльки, чи до кого? Не знаю. И побіла. А я спросила, говорю, это, наверное, Мила. Да. И пішла. Тоді пришла до нас, я поближе ее побачила. Она хорошая очень. Она просто филя такая. Кит лізет, то ничего, каже страшного. Бакали насыпать. А дома с мисой чуть не пьет с бакала. Так, каже, ничего. Она хорошая. Просто другая, знаешь, не любит. Он гена, як. Я, каже, не буду. Она, каже, я привязалась, каже, так тоже до кошки, говорит. Уже не могу оставить, говорит. О, пришел, дружок, куда ты? А ты Мишку дивишься, да? Конечно, но живет все, привыкает до тебя. Кусечка, пришел. Мой зайчик. Да, зайчик. Ой, как ты кричал, как я тебя забирал. Бачка, плакал. Как ты кричал. Как ты чувствует. А бабушка завтра умирать, утром собака, я квила. Маленькая собачка бігала по улице и померла. Собака тоже. Кусенька, как ты кричал, зайчик, я тебя стал забрать в плетку. Да, ты забираешь. Кричал, ну не за квартирой, за место, он же не понимает. Что его забирают, он может не выходить. А куда я попаду? Кричать, ой, бедный, прям мяу, мяу. А теперь будет, как мама не станет, будешь плакать. Аж сердце. Кусень, будешь плакать от меня не будет. Он тебе ести будет. Что? Ты знаешь, что, как ты помрешь, вот если никто не кинется там день-два, он же будет голодный. О, да. Он будет тебе ести. Кого ести? Тебе. Чего? Как, чего? Как, чего? Как он, что зверь такой. Мам, это хищник. Как он будет голодный. Ну, это ладно, два-три дня. Ну, если два, три, третий день он начнет тебя ести. Он будет ести плоть. Конечно. Ты что? Ты не лягай меня. Так он его всегда всего полно. Мам, ну, ты что, ты ему насыпаешь, он поїв. Вот раз ты умерла. Він день голодный. А что он возьмет? Холодильник он не откроет. Другий день голодный. Третий день голодный. Ну, ты же знать, что я помню. Ну, это хорошо. Это если я знать. А если не знать. Такого не может быть. Ну, допустим. Ну, если бы ты жила в другом месте, чтобы ты знала. Вообще, что коты будут ести своих хозяев. Ну, это такая благодарность. Мам, это животное. Оно не понимает. Оно есть плоть. Ему есть хочется. И борется за выжимание. Чтобы и пусик так не не делал. Будет нос есть, губы. Да, будет то, что мягкое есть сразу. Шию начинать есть. Будет жрать, конечно. Ну, так я тебе правду говорю. А что будет делать животное? Будет есть тебя. Что ты лежишь в труп. Ни херена себе сколько мяса. А он будет голодный. Ну, хай есть. Устик, ты это что? Не лякай. Можешь есть. Не лякай, сынок, мне. Ну, это правда просто. Ну, может быть, правда. Все, почесала я его все. Довольный, пошел в лев. Такий хитрый. Попробуй, какой подоконник теплый. Конечно, он не дуракок. Сидела, а он сразу повернулся до нас спиной. Тоди развернулся сюда. Розвернется. Лапочки передние, так. Хвостик сюда. Прикрие лапки. И хвостик теплый. Все. Потрогала. Не дуракок. Уже під низома там, як спав хорошо. Тоже спину поставил. Тепер став в це місто. Там теплый. Попробуй тут лягает. Ото там. Думаю, где он до меня лезет ночью. На подушку. Він витиля прыгает сюда. Тоже больше, как туда иди. Він вот так иди, иди. До меня уже чувствует усы. Или брови уже трога мене нюхает. Він же чувствительный оцем. Что волосся в него. Понятно? Ну да. Повернулся туда. Бачите, хвостик собі туда приклал. Хвостик. 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 Так глянь же сюда. Зайчик. Хвостик. Ой, побачу. Почув. Уже сам понімать кис-кис. То він не реагировал. Да? Да. А вчора так залез сюда. Я тільки до него говорю. Мяу. Покушав, пройшов. О, кажу, слава Богу, ты шибалакаешь. Так и шо. Він в то бікно дивиться. Там цветочки. Понимаешь? Пусти его туда и не буду рвать. Красивый, зараза. Да. Красивый. Красивый. Красотулечка попався. Я боялась. Я не боюсь, что я не справлюсь там, чи шо. Думаю, а быть, и ты меня не гадал, знаешь. Да нет. Я сама в квартире, потому что котяча моча сама противна. Вот заходь в любой дом. Если дома писают коты в подъезде, сразу чуть. Аммиак. Сразу ж глаза ріже. Аж глаза ріже. Хуже, как человеческая моча. Хуже. Бо есть человеческую даже люди, что повысокое давление за волоколи. Более себя не слажали. Пьют даже свою мочу, чтобы вылечиться свою мочу. Неужели это правда, помогает моча? Может и правда. А что люди терплять, чтобы жить, не знаю, что пробовать, а вы выжить. О, бачите парь як красивенько, бачите? Лапочка так складає. Я бачу. Хвостик у ног. Кусечка. Открывай глазочки. Вот так ротик подъехал. Вот так ротик подъехал. Звонят мені з Запорожжя. Татьяна Васильевна, вы только не переживайте. От того места Самвелка далеко. І кажуть, що заглотил этот олигарх, чи як на його кажуть? Гладиатор. Короче, крокодил. Аллигатор-гладиатор. Аллигатор, да. Аллигатор. Аллигарх-гладиатор. О, пішов, пришли люди, снімали по речке. Журналист-английский. Журналист, он пішов в туалет тут учился. А это падло, він же як, ховается, тільки булькаті глаза. О, там торчать із води. Понаблюдало, хлопец пішов туда. Він пішов у речки, каже, мыть отак руки, наклониться в него, хапы, и потягнуть за собою. І кажуть, вони сразу не едят. І ножа прикосив, пішла кров, як уже начинало трошки розлагаться, вони там, отоп, під низом його довбали. І не нашли 24,5 голи. Мати ж де сина? Така жестока смерть. Така жестока смерть. Представляєш, знали, що там водяться, і хрен їх туди близько поніс. А да осторожно, і ще раз. Жизнь одна, десять не буде. Що дожилася, я тепер давай назад будем крутить. Буде мені десять, буде мені двадцять і так далі. Там вже чоловік, наверное, устане, не захочет, щоб ще по новому кругу опять начинать жити. Понимаєш, мені кажеться, вже устанеш, не захочеш. Ти б не захотіла, от ще раз? Не, тяжело. Ну, щоб дедства, восемь лет і опять начать. Самвелка. Якщо б знати, що хороша життя, може би попробував. А як опять отаке мучиться. На що воно мені навіть? Я стільки всього перенесла ужасові. Ти що, я не пожелаю врагу. Не пожелаю. Тяжело було жити. Очень тяжело. В колхозі платили мало. Заробітки малі, отож і тягуло. На грушах робиш, груші припреш. На кавунах кавуни припреш. На свинарнику припреш фураж. Там ще щось, це саме, на поліводчинська бригада. Ну, що ти там пронесеш? Ну, можеш зерною віять, можеш там взяти. Або на току взяти попросити у старшого. Сумочку, відеречку взяти, сівочок хороший. А так що? Доплата була оцей всякої хіромандії. Понимаєш? Получали дуже мало. А вас осталися, як би я. Я діваю, що хорошо. Як ми там дуже хорошо жили. Тобі 11 годів, його 13. І вже ніхто не став платити. А учились кожний год на день. Я старалась, щоб ви хуже не ходили, як в другій. Нові костюмчики. Може, не такі дорогі, але сіда ви ходили. На собрання я ходила. Давала на школу, що давали. От родителях. Все я. Все мама. Все мама бігала. А машину взяли, що він взяв і почав гуляти на тій машині. У дедушки позичили тисячу рублій. То були великі гроші. Я поїхала раз у Горкуту 700 бак і привезла 700 рублій чистих. Весь дороги, весь нічого. Здала в ресторан. Азербайджанчик у мене взяв. В ресторан. Закупив ту грошу. А, в Горкута. Це ще, ти кажеш, щеплявся. Так. Ми же в склад пішли, переносили. Він важив. В складу. Там тоді ще роботник прийшов, допомагав. Ящики ставить на віси. А він до мене чіплявся. Кажуть, слухай, ти азербайджанин. Теба жена є? Так. Якщо б вона тобі, кажу, змінила, що б ти зробила? Голову вон друбав би, так? Секірбашка, кажу. А мене армінін. Я кажу, такими вищами не заплати мені денежки. Посчитав 700 рублій і до сьогодні. Може, ваше обоводо ти 700 рублій чистими привезла Навару? Я не могла б тобі, якщо навіть не знала, що канал чи... Могла б сказати. Ні, ні, Боже, упаси. Я так швидко повернулася, я здала опору, я не стояла торгування, я не стояла за прилавком сама. Та що ти бурчиш, чеки хочеш? Я кажу те, що є. Що ти хочеш, що хочеш? Ото ти так і зароб... Начинай мене розкручувай, бо я вчера. Оце так ти заробітала на машину. Так, а не, на чорто. За проституцію посадили. За проституцію посадили. Сидила за проституцією. Так, за херунцем. Неделя не прошло, так а далі я вже вдома сидила. Як там сидила? За проституцією? Може там ідеся тюрма, може і немає, не знаю. Я думаю, на севере є. Ой, немає. Хай сидять. Хто зароботав, хай сидять. А за проституцію... А як зараз, якщо навіть щось завершила? Ти згоди? Я не жилець в тюрмі. Чого? Підмітати я не можу. На вулиці навіть вбирати. Вокруг цих зданий. Спина болить. Шити, глаз не бачу. Не зможу. Там і голку треба втягати. Ну сиділа б там, двори мила чи щось. Що б діла? Ну посуду витирала б. Поставили б на кухні. Ти б посуду мила на драку. Там мене загризли б сразу. Та кому ти там треба? Ти там би розказувала, там би комедії такі ламала. Я дивлюся ось що. І добре дивлюся. Знаєш, чеки я бачила в таких фільмах? Як жалко. Одна дівка з парнем зустрічалася. Парень був з багатої сім'ї. Вона з бідною. Батьки він привів їй, показав вдома. Ні з нашого круга. Вона тебе не підходить, не треба. А син не слухав. Встрічався. От один раз вони йдуть. І зайшли така як арка. Зайшли туди. І на їх нападають пацани. Штук двоє, троє. А цей пацан був боксер. Який її провожав додому. Як гекнув одного і вбив. А тут міліцейська проїжджає. І раз. А він щось їй мурнув. Начали питати. Вона каже, я защищалась. Оборона була. Я, каже, на себе взяла. Їй не вірило, що такий удар. Такий мощний. Що баба так ударила. Нет яйця. Следователи допрашають. Кажуть, ми ж бачимо, що це не ваш удар. А вона його защитила. Вона була вже в його чуть-чуть беременна трошки. Її садять. Вона там рожає ребенка. Це прийшла мама. А він у неї був. Кроме того, що з багатої сім'ї, ще й наркоман. Він вже за щось сидів. І просить її. Я тобі, каже, обезпечу. Цілу кучу грошей тобі дам. Вийдеш, будеш жити. Квартиру купиш. І все, мама. Потім вийшов. Тобі, каже, проще. Ти перший раз. Тобі, може, менше дадуть. І все. А його не треба загребувати. Він вже за це. От купили його вже. За наркотики. І вона дура сиділа за його. Родила в тюрмі. А там до трьох років. До трьох років. Я ж дивлюся. Я люблю таких фільмів. Я люблю любов. Розслідування. І оце за тюрму. А там три роки. І забирають дитина. От діддома чи куди. Ну, в общем, може, люди навіть чужі візьмуть. Їм дозволяють ходити, провідувати. А як три роки? До свідання. І вона, подлюка, ця свикруха, забрала. А їй сказали, що родився мертвий. Понимаєш? Підсунули щось там друге. Чи дівочку якусь другу. Вже запутала. Бо там не один такий случай. Ще друге кинуло. Наподоб'є бачила. І все. Вона виходить. А він за це време знайшов бабу другу. Вона в його була адвокатом. Вони знали друг друга. І вона казала, я їй виручу. І нічого. І все. Вона вертається. А він вже з другою живе. Ребенок чи беременна той і другой адвокат. Що його брала вона. Він брав для себе. Думав, що жінці поможе. Оці дівочки. І все. І стільки таких. А стільки ненавистних таких. Хочать бути лізебіянки. І до мене б, допустим, причепилась. А я її відмовляю. Вони ненавидять. Согласилась б. Вони можуть. Знаєш, що діють. Я бачила, що вони діють. Вони лежачі ж там якісь оці шнари. Мам, ти думаєш, що до тебе якась лізбіянка причепилась? Саме? Ну це не за сьогодні балакається. Це просто. Ну ти ж кажеш за сьогодні, що глас не робота. Нога не робота. А як лізбіянка, так молода. Так я б не роботала. Не то, що ти слухаєш, що я хочу сказати. Але таких як я не чіпляється. Там молоді сидять. Там сидять молоді. Там сидять молоді. Тебя не выучили здраствуватися, здороватися не научили. Як будто зрителей показує. І вже починають крутити. Як зрители оці, да? Так. На подобі. Такі противні. А вона сидять не знаю, що діватися. Вон ідея твоє місто. Десь дадуть. Або коло параші, як вони називають. Або ще де-небудь. І все. Якщо вона отказує в чому-небудь їх. Їм. Понимаєш? Посылки проходять. Вони всі жрут. Вона не жрє. Вони хотілося дуже малину варенья. А тоді вона вилізла. Вийшла та перша. Вона вилізла та їй допомогла роботу знайти. Це було за другу дівчину. Не за цю, що беременна родила. Які хороші там теж є. Попадаються сидять. Ну, рідкость. А то договоряться. Та на верхній полці. А то напротив. А вона допустимо внизу. Чувствують, що вона заснула. Приходять. Котушку. І на неї давлять. Якщо хтось другий побачив. Спасає. А не. До утра. От хто тобі скаже. Хто це сделал? Заходить труп. Хто сделал? Хто тут зачинчив? Хто начинав? Каждый боїться за свою шкуру. Нічого не кажуть. Там ужасно. Поэтому я кажу. Жестокий. А ой, Татьяна Васильевна. Как она знає. Потому, що я інтересуюсь таким. Я, якщо киво не смотрю, я дивлюся Ютуб. Якщо Ютуб не дивлюся, он книжку вже другу читает. Я інтересуюсь. Мені не нравится таке. Ну, все даже кажуть от везде, що женские тюрьмы багато жесточі. Чи мужские. Баби жестокі. У них вони самі беруть алюминьову ложку. Я бачила, как одну хотели в бані ширину сюда. И попадают точно. Чтоб вона не мучилась. Понимаешь? Наточать, як ножик. Ширни, куди надо. Хоближе до серця. И все. Приходять. Ті покупались. Ті з водой змили. Потікали. До свидания. Крайного не знайдеш. Понимаешь? Ужасно. Я вже давно не дивилась такі фільми. Даже дивися, воно не доеде. Як свадьба Малиновки, друге, третье. Таке нормальне кіно. Советських времен. Я тоже люблю. Весна на Заречній уліце. Дело було в Пінькові. Висота. Дівчата. Я ці фільми люблю. Не тільки ж одне. А тут таке... Дело було в Пінькові. Оно двухсерійне, по-моему, интересно. Одна серія. Одна серія, да? Одна. Це там, як Матвей. Частушки, як вона отравила, да? Учителькою прийшла працювати. А він її полюбив. А там був, ето, працедатель колхоза. Його була ж дочка. Вона на його глаз поклала. На цього, що я люблю, Рибникова. О. А тут ця приїхала красавица теж, тонечка. Глаза чорні, черняві волоси так короткі. І він на неї глаз поклав. Уже женився, Люба її не може. Колись ключів уже з цього живе, з другою. Ну, з тою, председателю, з жінкою. А тут пісня співається. Щас, щас. Парней так много холостих. И вона лежит на подушке, слухай. И він, все, і бабу. А я люблю женатого. А в ней так много золотых. Парней так много холостих. А я люблю женатого. Парней так много холостих. А я люблю женатого. И храном завед семью. Печальна я іссорія. Я от Себя любов даю. А от Него тем более. От Себя любов даю. А от Него тем более. Его я видеть не должна. Боюсь Ему понравиться. С любовью справлюсь я одна. А вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна. А вместе нам не справиться. А як він приходив, стройка йде. Він помогав. Гвозді носив. Уже був на тій Лариски женатий. Гвозді носив. Вона там начала. Вона і отравила чи що там? Подожди. Вона хотіла отравити. Послухай. Чого я скажу? Він, значить, стройка йде. А вона коли не прийде утром. Я ще гвоздей. Там якісь доски. Для строїців само молча. Він приносив. Оцей же ж як його там звати забулось. Ну, Коля Рибников, артист. Вона прийде, єсть прийде. Один раз туда прийшла. А він тихенько приніс. Вона заховалася. Бачить хто. Зловила хто носив. Він до неї прийшов. Вона стала йти там. Ось так було доски, якщо ти пам'ятаєш. На столі. Вона стала йти, провалилась. Він на руки бере її. Несе, положив там. Як топчанчик чи що. Положив туда. А тут заходить бабка, сусідка. Побачила. І почала гавкати. Сплетиться така чорна рота. Ось ця чорна рота, сука. І взяла, піднесла Лариски. І підсовідувала їй травку. І прийде, пригласив гості. Вроде ви хочете помиритися. І вона ж прийшла. Ви з задньої мислі. Ця відвернулася Лариса. Цей тонік. Наколотила чаю. Такий дає, як тобі сказали, чашечку маленьку. І та тільки до рота. А та вибила. Вибила і заплакала. А вже не треба. А потім прийшла до неї. А баба та, за бабу його посадили. Починається кіно. Вона такий як тракторець. Під'їжджає додому. І починає розказувати. А ту бабу в погрібі він закрив. Закрив в погрібі. Володно. Вона як трусилася. Вночні чи що була. Ось така товстюча баба. Я пам'ятаю це кіно. Мені подобається. Один із любимих фільмів. Вона не здохла. Вона залишилася. Діла була в Пінькові. Шикарний фільм. Посмотрите. А чому вона прийшла на кладбище? Чи бабу може цю провідувати? Вся Тоня. А тут і та прийшла. І почали балахати. І вона каже. Та, він такий сильний. Та ти, наверное, знаєш. Тоня каже. А вона каже. Та нет. Я не знаю. Нічого. С ним нічого не було. Лариса. Вона каже. А я ж хотіла тебе отравити. Ось там вона прийшла. Пішов і йде. Матвей його було звати. І хлопця. А хлопець уже такий. Катається на велосипеді. А цей гукає. Та я помню цей фільм. Та я помню цей фільм. А там виходь.